Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи Станислав Станишевский, анализ рынка фьючерсов и акций. Станислав, добрый день! Здравствуйте, Игорь! Добрый день всем! Так, сейчас запустим демонстрацию. Давайте посмотрим. В целом рынок достаточно интересный, в последнее время неплохая волатильность, инструменты хорошо ходят, достаточно много дает точек входом. Вот, ну, как раз декабрь начался, то есть вообще ожидаю, что еще предновогоднее ралли такое будет. Декабрь очень часто такой один из самых волатильных месяцев, поэтому я думаю, что месяц будет интересный. Ну, начнем с РТСа. То есть я в прошлый раз отмечал уровень, как раз после которого стоит искать точки входа на лонг, это 103.200. То есть произошел пробой этого уровня, переключимся на 5 минутки. То есть за уровень ушли, в целом тут такая небольшая консолидация потом произошла, и можно было искать точки входа. Ну, вот, допустим, в рамках боковика сформировали уровень 103.800, после которого, в общем-то, такой слом движения произошел. Сходили в район 105.200, потом как раз 2-го числа обратно подошли к этому уровню, то есть произошел такой ложный пробой и повторный возврат за уровень с ретестом. То есть я как раз говорил, что если есть тренд, и вот в рамках как раз какой-то консолидации, допустим, от уровня я обычно входы не ищу, то есть сразу от уровня. То есть лучшим сигналом для входа будет, если есть какой-то ложный пробой, повторный возврат в этот диапазон и ретест данного уровня, то есть вероятность исхода как раз при таком входе будет выше. Ну, в частности, вот, допустим, по цене 103.900 можно было рассматривать точку входа в лонг, и в целом РТС дошел до цели, которая себе ставила 105.200. То есть на сегодняшний момент, опять же, произошел пробой сильного уровня 105.400, ретест, опять же, всплеск объемов был неплохой. И здесь можно было искать точку входа в лонг, интродэ, ну, естественно, уже если кто в позицию не вошел, то какие-то точки входа рассматривать на данный момент, я считаю, поздно. Ну, а кто в позиции, еще инструмент можно попытаться протянуть, но я бы подтянул стоп на данный момент в район 105.900. То есть, опять же, слежу за этим инструментом, то есть если будет формировать точку входа, то, возможно, при пробое, то есть при продолжении движения, при пробое 106.400 буду искать точку входа. Ну, пока наблюдаю. Что касается Сбербанка, на сегодня инструмент в торговый план я не выносил. Тут единственная возможность была войти в лонг, я считаю, от уровня 15.805, тоже достаточно неплохой уровень, небольшой ложный пробой, ретест. И с коротким стопом отсюда можно пробовать набирать лонги было. Ну, на данный момент, опять же, кто лонги не открыл, сейчас уже что-то, я считаю, рассматривать поздно. То есть, тот же уровень, если 16.050, вот выделить пробой, допустим, вчерашних максимумов, ну, предыдущей недели, то уровень достаточно слабый, то есть я его не выделяю. Поэтому, в целом, по Сбербанку на данный момент какие-то повторные лонги я буду рассматривать. Это при уходе только за 16.350, то есть за максимум за этот. Ну, это, возможно, в перспективе, если случится там на этой неделе, либо на следующей. Вот пока, в любом случае, инструмент пока вне плана на сегодня. Что касается Газпрома, тоже возьмем часовой таймфрейм. Опять же, пробили неплохой уровень сегодня, 15.400. Так, переключимся на 5 минутку, то есть вот он максимум. Небольшая такая консолидация над уровнем идет, небольшой ложный пробой был. И в целом я рассматриваю открытие лонгов от данного уровня, ну, пока по таймингу не торгую. То есть на основной сессии, если удержание будет продолжаться, я считаю, можно открывать лонги с достаточно коротким стопом. И потенциал движения по инструменту, опять же, достаточно неплохой. То есть я буду протягивать этот инструмент, если он точку входа даст отсюда. То есть это возможно либо отсюда, либо при уходе за 15.450, если всплески объемов какие-то будут. Тоже инструмент интересный, стоит присмотреться. Что касается доллара, рубля, возьмем тоже часовой таймфрейм. У нас как раз вот инструмент находится вблизи очень сильного уровня, 63.800. Это минимум у нас двух месяцев получается. Подходили, много раз очень подходили к этому уровню. После чего там слом движения происходил, в том числе 9, 10 числа, 21 числа. Каждый раз очень сильно отскакивали, то есть в целом каждый последующий отскок от уровня меньше. Вполне вероятно, что будем формировать что-то вроде треугольника, то есть опять отскочим от этого уровня. Но в любом случае я рассматриваю его пробой, пробой закрепления и буду рассматривать точку входа в шорт. Потенциал движения тогда открывается достаточно неплохой в район 62.800. Можно, конечно, пробовать и ланги от этого уровня, открывать стоп достаточно короткий, но я пока вот именно жду шорта, точки входа на шорт. Тоже по нефти достаточно ситуации, очень сильно растущий тренд. Если посмотреть на дневной таймфрейм, соответственно, в новом контракте уже пробили максимум в районе 54.4. Как раз вот сейчас за 55 ушли уже такая консолидация. Кстати, сегодня вот тоже если посмотреть за максимум мы шли, такой всплеск объемов хороший прошел. Опять же откат к уровню. То есть в целом можно было вот отсюда искать точку входа на лонг. И опять же, кто в позицию вошел, то есть с коротким, можно с коротким стопом очень было войти, я бы подтянул стоп на данный момент в район 54.8 и, естественно, пока сидел в лонгах. Либо, соответственно, ждать точку входа на основной сессии. То есть это может быть удержание либо 55, либо повторный уход за 55.2. То есть потенциал движения инструмента очень неплохой. То есть я считаю, если даст точку входа, ну вполне можем до 60 сходить. Поэтому, естественно, только от лонгов пока работаю, никаких о шортах не думаю. Что касается золота, тоже если посмотреть на часовике, очень такой сильный нисходящий тренд. Инструмент давал вообще неплохие точки входа. Вот. На данный момент можно еще, я считаю, рассмотреть точку входа шорт при пробу 1.163. Переключимся на 5 минутку. То есть это вот как раз локальный минимум. Здесь, кстати, очень сильные объемы такие прошли. Ну, с учетом АТР инструмент, конечно, очень сильно сходил. Поэтому на сегодня я, скорее всего, рассматривать уже шорты точно не буду. Но в перспективе на этой неделе, опять же, если этот уровень будет подтверждаться, то я еще буду рассматривать точку входа в шорт. По евро-доллару менее интересная ситуация. Минимум локальный у нас 1.054. То есть шорты я рассматривал только бы при уходе за него. Ну, а, соответственно, лонги – это при пробое уровня 1.068 и закрепление. В таком случае потенциал движения, опять же, может быть очень неплохой. Поэтому в перспективе, опять же, можно присмотреться. Так, что касается акций, тоже достаточно много интересных ситуаций за последнюю неделю по инструментам были. В том числе и даже по неликвидным акциям у меня были точки входа. Кстати, тоже участвовал в ЧИ. Так что, ну, результаты в конце выложу на свой сайт или можно меня там в табличке найти. Ну, опять же, в рулетку не играю, то есть риски не превышаю. Поэтому на смарт-лабе в табличке ЛЧ где-то там в первой сотке можно найти меня. Так, ладно, отвлекся немного. Ну, по акциям отмечу инструмент Алросу, опять же, потому что вблизи находится сильного уровня. У нас 94.5. Поэтому, соответственно, при пробое и закреплении можно будет рассматривать точки входа в лонг. Я считаю, инструмент еще может неплохо сходить. Так что пока он у меня в плане, наблюдаю. По ГМК Норникелю тоже неплохой очень тренд. Получается, был пробой максимума, в которых я ждал, вот в районе 10.600. То есть, получается, 2-го числа как раз очень длинная консолидация. Если рассматривать краткосрочную точку входа в лонг, вот отсюда был отличный сигнал на вход в лонг с коротким стопом. Ну, касательно интродэй, точки входа не было. Как раз вот пробой, повторный максимум у меня произошел уже под вечер. Поэтому я, в принципе, по инструменту лонги не открывал. Но в целом, наблюдая за инструментом, то есть, если возможно, сейчас, конечно, коррекция наметится. Поэтому повторный лонг я буду открывать при пробое 10.870 по инструменту. Следующий лукойл тоже достаточно интересная ситуация. Так, возьмем дневной таймфрейм. То есть, мы пробили очень сильный уровень 3.176. Это получается максимум 2 лет. И в целом при пробое как раз такое очень сильное движение началось. То есть, вот у нас часовой таймфрейм. На часовом таймфрейме я обычно делаю корректировку. И, соответственно, уровни. И на 5-минутном таймфрейме как раз вот получается первого числа вот у нас пробой, когда произошел. Такое неплохое движение. Инструмент сильно очень сходил. Поэтому в целом можно было тоже точки входа искать. Сейчас небольшая коррекция наметилась. Ну, в целом, я считаю, вполне может быть, что тренд продолжится и дальше, пока инструмент вынесет план. Повторно лонги буду рассматривать при уходе за уровень 3.325. То есть, пробой закрепления там уже буду следить. Ну и тоже инструмент сегодня, который показывает хорошие всплески объемов. Это разгуляй 23% роста уже показал, неплохие обороты. Поэтому инструмент тоже у меня в плане. По нему скальперские сделки ищу, то есть по стакану. Поэтому, возможно, будут какие-то точки и поразгуляю. Вот такие мысли. Игорь? Ясненько, поняли вас, поняли. Кстати говоря, почему вы как бы про LCH? Мы бы с удовольствием посмотрели. Есть страничка LCH под рукой? Посмотрели бы ваши показатели? Под рукой нету, но можно на смарт-лабе найти. То есть, таблица LCH, а там отмечен, как Станислав Станишевский. А, влечитесь под диктеймом Станислав Станишевский, да? Вот, там 56-ое или какое-то место примерно. Так что можно поглядеть. Ну и результаты потом тоже выложу как бы в конце конкурса на сайт. Ну понял. Как вообще, сами довольны, как там идет? Какая сейчас там доходность? 35%. Ну, я в целом, то есть, опять же, торгую по рискам. Для меня как бы не самое главное именно в топ попасть, либо победить. То есть, я себе такую цель не ставил, потому что, чтобы попасть в топ, там нужно очень сильно превышать риски. Это в любом случае. Я торгую, опять же, в рамках своих рисков. То есть, на сделку я не превышаю в среднем 0,6-0,7% по акциям. И достаточно плавная такая доходность. Ну, в целом, что я хотел показать? Просто многие спрашивали, почему не выступаешь и так далее. Поэтому вот решил выступить так чисто для себя. Не, ну понял вас. Ясненько, ясненько. Хорошо. Спасибо большое, Станислав, за ваш обзор, ответы на вопросы. Вам хорошего дня и удачи на рынке. Спасибо. До свидания. До свидания.